здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео то вот вопросы поступать начали мне как там поживает как там поживает мой пол ой мой пол как поживают полы у меня я вот снимал зимой это наверно сколько уже там прошло времени у нас я не знаю но кстати выгибал времени прошло уже хорошо так они у меня сидят где-то больше года на полу свинки мои и что я хочу показать маленькое видео вот вы видите состояние свиноматка свинка у меня не свиноматка уже она у нас в ожидании вот еще свинка сидит это не надо легко на такое рыхло разрыли нормально как видите полы в неплохом состоянии я бы даже сказал ничего не изменилось все отлично работает они теплые как все как в общем в принципе все как было и до этого практически вот уже скоро будет вот как видите да одной рукой копаем не очень удобно просто чтобы могли сориентироваться при этом заметим опелки были мелкие опелки были с фанеры отходы то есть они не были чудо чистые там это все работает исключительно хорошо при этом если честно я настолько ленивый что я не перекапываю видите свиньи сами перекапываю все отлично все работает полы действует второй год свиней держу второй год она не видел еще пока не знаю как она выглядит и как воняет не знаю но всегда не видел поэтому смотрите если решит заняться можете смело это все делать у меня буквально на днях забирали приезжали люди соседнего города забирали поросят покупали и они были удивлены говорят что то у тебя не воняет говном дело в том что теплый повод с водограя бактерия все работает все отлично они были очень сильно удивлены я думаю все знают об этом но есть люди которых не знаю они все считают что это очень ну как скажем следом закрывал уже дорого будет это все сделать но скажу откровенно все работает все просто нет никаких сложностей еще один момент заметил плюс положительный хочу отметить у меня хорячок там он сидит у него бетонные полы но не дошли руки у меня так пока еще сделать он у очень на бетоне сидит короче он этот бетон бетон был залит и старый конечно но в пять пальцев толщиной люди тогда видно это еще влилась авсабетная на и тогда не жалели цементу круче свинья пустила свинью гуляла свинья и она там с этим хреком перерыва все по вырывала плиты такие по расфигачивала все это кошмар просто здесь же таких проблем не возникает если она и порывается своему ты тут да на свое удовлетворила свое естество порыться и все мало того на щи перекопала свои полы и они стали еще лучше еще лучше хам но грубо говоря по всему этому полу разошлось увидите он даже суховато у меня здесь может я бы конечно если бы сейчас осень у меня октябрь месяц было бы лето я бы наверное добавил бы водички но не буду добавлять сейчас начнется греет весь весь навоз перерабатывается не остается ничего нету ни запаха ни навоза не день единственное имейте ввиду обязательно понимать что площадь как написано в рекламе бактерий нельзя впихнуть не впихуем и да как они говорят если для свиньи положено там 275 метра квадратных площади оно должно быть 275 если вы до в обычном станке здесь вместится три свиньи но вы должны понимать что три свиньи превратят этот пол в навозную кучу кашу одна свинья будет отлично все перерабатываться все будет работать ответят я зашел и просто выпустил я тут ничего не подготавливал для видео ничего нигде все в отличном состоянии все работа при этом этот пол я честно бактерии зимы не уносили это уже 6-7 я тоже я делаю такой неправильно кашу закрою чтобы она не ухватить сейчас будем кормить в общем смотрите я даже если честно не уносил месячную норму потому что во-первых ленивый во-вторых у меня кроме свиней тоже много работать в общем не уносило это все работает вот что я хотел доказать то что ты пускай зайдет илюха зайдет сыпание холода еще единственное вот один маленький нюансик она разбрасывает в кормушку попадает это подстилка еды то это если но вот эта свинка она такая игривая она для него этой ну это есть трошки перед тем как насыпать еду я его там выгребаем как выгребаю что дамлю и по елочке пришлось ставить потому что налить воду в кормушку наверное будет проблематично будет забрасывать все это сразу же опилками а так как опилки сыпучие а так в принципе поилку поставил расход воды минимальный она нигде не разливается вода болота не делается свинка сколько надо попила сухой корм поела все что она отходы все что она отходы с нее вышли и жидкие и твердые все это перемешалось вот я зашел я босиком ну как босиком в тапочках я не боюсь вступить свиной свиной навоз грубо говоря не боюсь замазаться потому что в принципе все чисто все очень и очень прикольно давайте сейчас зверей попробуем загнать звери давай на место пошел на место зверь вот смотрите один крокодил смеем кушать дадим мнение не ходи сюда кастрюля с мясом давай на место кто идет на ну вы не смотрите что у меня двор такой разбомбленный трошки трошки у меня будет тут много я не выдавали жизни заводи она пойдет видите когда свиноматка хорошего как у меня бекончик подрастает свиноматка уже где-то наверное половина беременности у нее больше даже наверное порода у нее у нас порода мясная бекончик свинка хорошая будет мамочка давай давай ну и что это такое обиделась на подсрачник он еще сейчас в коментах еще больше срочняк устроен в общем ребят я почему все это видео снимал просто хотел вам показать как работает подстилочка работает ли она все работает все отлично вот уже второй год свиньи живут на подстилке и все у них с подстилкой все классно пока не производил никаких манипуляций с подстилка то есть не менял еще ничего не делал хотя подозреваю возможно наверное если не перегружать то тогда я думаю лет пять я буду его использовать не не меняя нигде ничего не хочется сейчас мы будем активнее загонять так место место я сказал давай взяла траву пошла ну в принципе все что я хотел сказать и показать показал можете отключать видео выключать сейчас мы загоним свинку сейчас она у нас все проверить давай закройте у ту калитку закрой ту калитку сюда ты не кукулачев нифига давай колодец у меня рассыпался давай давай да не надо ее надо ее нормально гапнуть а ну да давай пожжет место я сказал ну это место твое все ухватило какой-то дрянь ну и куда мы идем где место отлично все все в принципе вы можете сами судить без всяких там этих самых как скажем без рекламных каких-то в общем подстилка работает все отлично трудозатрат по ее обслуживанию никаких честно редко-редко перекапывался может такой знаете раз в два месяца и то малыш не припошло то если они сильно бездельничают дам лопату скажу идите ровняйте а не эту перепад перекопают как бы по большому счету не требует никаких никакого там ухода но это сразу сразу скажу это у меня так работа не знаю если кто захочет как будет у вас но думаю тоже особых не возникнет особых проблем свинки как вы видите чистенькие не в говне не воняют совершенно не воняют да не ну то что вообще я не знаю что вы мне знаете еще прикол чему сегодня теща приехала смотрит говорит давай ну и посаду типа у тебя на свиней там все и стояла смотрела там то все говорит а чё гомна не а чё не могу как бы на лужине ну так вот я же вам показываю ну и шо вот это вот так говорит с того времени как как можете убедиться сами совершенно все работает она сама проработала да она при этом она проработала то не 20 20 может лет 5 она и проработала но это еще было в советские времена как будто это тоже там у них были современные по тем временам самый современный свинар не был с этим со всеми этими всевозможными да и все механизировано было максимально там у них работа заключалась но в принципе они особо там сильно не напрягались в плане там носить вагонетками помнишь чтобы боли была вагонетка шла посередине закидывать приходилось вагонетку руками так толкать ее надо было забросать сперва туда у тех же были уже транспортеры везде стояли и то вонище было такое там невозможно всегда идешь одежду надо было менять и одежду оставлять там на базу потому что если в доме приходишь что и одежде там в они счастлива невозможно здесь у меня он я босиком пришел ну по моему вечером скупнулся но как бы вони никакой нет совершенно то же самое говорю приехали люди забирать поросят они просто удивлены были говорят вообще него нет мы не вымазались нигде ничего поросятки бегают они взяли поросят а кстати эти вот я вам сейчас вам давайте покажу я ноль х2 выпустим поросят покажу как раз тоже на подстилку сейчас глянем свет ключи если тут есть лапочка клаць та осторожно это они у нас бегали сегодня я в обед выпускал в общем смотрите поросята лысые и чтоб они не мерзли они вот закапываются в подстилку вот эти два вообще лысых то и этот лысый 3 лысых все короче пошли давайте еще раз глянем еще у них на подстилку возьми лопату если не сможем то же самое обратите внимание состояние подержишь меня вот так дверь придержи пожалуйста вот смотрите состояние подстилки вот давайте я вам покажу при этом поросятки они им нравится в тепле сидеть ну они такие маленькие еще ну как маленькие уже месяц уже все продажный я имею ввиду к тому ввиду что они ну да тепло им хочется тепла они постоянно за себя повыкапывают ямки и сидят там нормально в принципе сейчас на улице плюс наверное около 16-18 да 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 это двадцатки где-то сейчас тепло поэтому она не порует если было бы холодно она бы видно она порвала бы ну а сейчас хорошо но тем не менее я вот прихожу ночью они постоянно вчетвером вот все закопаются там и балдеют лежат подстилка опять же вы видите нету на ней ну ни дерьма ни мокроты ни ничего все в идеальном состоянии поэтому смело если кто хочет заняться один из способов избавиться от навоза самый действенный из того всего что я видел я видел масса и рует яму и откачивают бочкой потом там столько головняка я вам говорю делают трестовку с этим самым ну металлические прутья и оно просыпаться должно как бы дерьмо в яму ну опять же вонища стоит такое они там делают бочка выкачивает насосы ставят но это все все равно это не то здесь мы получаем экологически чисто содержание без запаха без мух без ничего тут даже особо мух нема по сравнению с тем что творится допустим на свинаре там уж капец что творится при этом и поросята нормальные вырастают и свиноматки себя чувствуют прекрасно в общем все происходит очень и очень хорошо подстилка работает зарекомендовала за два года на себя просто отлично запуск был произведен ну установленной нормой в последующем я добавлял ну по прошествии с полгода наверное я просто если честно ну пусть год я если честно особо перестал да как только зима проходит еще в зиму там обязательно мне кажется она будет добавлять а вот допустим в летнее в теплое время года она очень хорошо зимой если сарай не утеплен она начинает подмерзать слов нет и то у меня не подмерзало в принципе у нас морозов сильных нету при минус сорок наверно у нас максимум продержалась неделю в этом году минус семь там восемь ну не много было вообще десятка ночью может давила и то это было может с неделю а так было ну илюха ну так чтобы были морозы и она работала исключительно как только она стала в теплое время года вообще я не добавляю не месячные конечно мне сейчас оплют создатели подстилки сказать так нельзя она перестанет работать она не перестанет она работает отлично все происходит процесс развожения идет все там у нее ну да в идеале конечно месячную норму когда добавляешь прямо ну и пожарче становится ну в принципе мне все устраивает по лету нормально по лето скрещительно ну и по весне по осень все работает и зимой все работает зимой вообще отлично свинья закопается бывает приходишь свинью не находишь наносил он выкопал он еще одну свинь смотрите вот зараза елка надо было тебя ссать посрать елка добрее смотри смотрите то же самое вон подстилка состояние ну в принципе везде состояние нормальное они он роют постоянно довольные им весело а мне весело что они не раскапывают мне бетонные полы не раздал бы и все происходит у нас все отлично подсилочка работает свинки растут денежка зарабатывается и недовольных поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки давайте сейчас бегающих орлов сниму ставьте лайки пишите комменты если кому интересно будет могу показать чем что же все-таки заработал у меня заработок называется канал заработок в деревне я хотел могу показать за два года что я смог заработать с этих свинок с этого всего даже с использованием денег которые получают с интернета со всего вместе так скажем я могу показать какой результат получился ну а пока подписывайтесь на канал ставьте лайки всего доброго до новых встреч